Но начинаем мы с другого сообщения, которое без преувеличения ждали десятки тысяч человек. Обвиняемый в убийстве 11-летней Ульяны Алексеевой сегодня предстал перед судом. Ему озвучили приговор. 9 месяцев расследования, допросов и экспертиз позади. Каков итог громкого дела, знает Алена Полоненко. Сегодня в Иркутском областном суде выносят приговор по резонансному делу. 7 февраля этого года в Шелихове была изнасилована и убита 11-летняя школьница Ульяна Алексеева. На причастность к преступлению проверили около 100 человек. Спустя 10 дней после гибели девочки удалось задержать подозреваемого, 47-летнего жителя Ангарска. Он пришел в полицию, чтобы сделать отметку, ведь до этого он был условно-досрочно освобожден. Расследование длилось с февраля по мае этого года. Материалы дела составили 40 томов. Это достаточно много, ведь обычно их не больше пяти. По делу было проведено 17 различных экспертиз, которые и подтвердили причастность к преступлению задержанного. Личность крайне отрицательная. Ранее он неоднократно был судим за грабежи, за разобои. Его дважды освобождали условно-досрочно. Есть отклонение. Шизоидное отклонение – это заболевание, но оно не исключает вменяемость подсудимого. И судом он признан вменяемым. На протяжении всего этого следствия велся спокойно. Показания давал, в принципе. Изначально Датюк признавал вину в совершении преступления. В последующем сообщил следующее, что убийство он действительно совершал, однако действия сексуального характера в отношении Алексеева он не совершал. Окончательно назначить Датюк Виктору Петровичу наказание в виде пожизненного решения свободы, соглашение свободы на срок в один год шесть месяцев. В соответствии с пунктом Г, части 1, статьи 58 Уголовного кодекса Российской Федерации отбывания наказания в виде пожизненного решения свободы, назначить Датюк Виктору Петровичу в исправительной колонии особого режима. Сковор понятен? Назначение наказания понятно? Вам копия приговора будет вручена, и со дня вручения копия приговора вы в праве обжаловании его в течение 10 суток в операционном порядке в судебную коллегию по уголовным делам Меховного суда Российской Федерации. Понятно вам это?